Итоги выполнения соглашения между профсоюзами, работодателями и администрацией подвели в Артёме на заседании трёхсторонней комиссии по регулированию социально-трудовых отношений. Как отметила её координатор, замглавы администрации Ирина Сидорова, обязательства соглашения по итогам 2018 года в основном выполнены. В округе активно развивается система социального партнёрства. Проводятся взаимные консультации по выработке согласованных действий в социально-экономической и трудовой сферах. Реализуются муниципальные программы, заключаются коллективные договоры и соглашения. Совместная работа проходила в рамках конструктивного взаимодействия. В 2018 году проведено 4 заседания трёхсторонней комиссии, рассмотрено 13 вопросов. Благодаря сотрудничеству социальных партнёров, регистрируемая безработица в округе держится на низком уровне и составляет 0,4%. Хотя это не означает, что нет проблем на рынке труда. Также, по данным официальной статистики, зарплата в крупных и средних организациях Артёма составила по оценке за январь-ноябрь 2018 года чуть более 44 тысяч рублей, что на 11% выше уровня 2017 года. Рост зарплаты в строительстве достиг 25%. Здравоохранение и предоставление социальных услуг – 20,8%. В сфере гостиниц и предприятий общепита – 11,9%. Отмечается активная работа профсоюзов, в первую очередь в бюджетной сфере. Вот образование, вот только что Татьяна Ивановна разговаривала перед заседанием, вот она ежедневно сегодня участвует в конкурсах профмастерства. Это, конечно, очень серьёзное дело, вот я уже в докладе докладывал, третья школа заняла первое место. То есть они во всех краевых и российских конкурсах участвуют, это очень серьёзно. Хотел бы отметить, допустим, Артём ТЭЦ, всегда на уровне, вопросы зарплаты, коллективного договора и так далее. Значит, не могу, конечно, не упомянуть авиационное предприятие, вот надо отдать должное. Ну, полный контакт пока, как говорится, не сглазит, работаем в полном контакте. Вот сегодня представитель, финансовый директор, была участвовала в работе трёхсторонней комиссии. Вот, я надеюсь, что эта практика будет продолжена. Вот, авиакомпания, пожалуйста, в этом году, я думаю, что здесь какой-то вклад и профсоюзов, наверное, есть, да. Вместе с тем, трёхсторонняя комиссия отметила, что не все обязательства соглашения выполнены в полном объёме и акцентировала внимание на том, что необходимо принять меры и продолжить работу по выполнению обязательств в 2019 году. План мероприятий по реализации соглашения необходимо предоставить комиссии в срок до 20 февраля. На один день служители Фемиды оставили чёрные мантии и облачились в белые праздничные рубашки. Артёмовский городской суд отмечает своё 80-летие. В торжественном собрании, посвящённом круглой дате, приняли участие действующие судьи, судьи в отставке, нынешние работники аппарата и те, кто уже на пенсии. В числе почётных гостей – представители судейского сообщества, управления судебного департамента по Приморскому краю и депутатского корпуса. В своём приветственном адресе председатель суда Игорь Патлай отметил, что коллектив профессиональных судей и работников аппарата Артёмовского городского суда является ярким примером эффективной деятельности и высокого авторитета судебной системы в Приморском крае. Благодаря всему коллективу, судьям, аппарату суда, огромное им спасибо за нелёгкий труд. Через каждое решение проходят человеческие судьбы, каждое решение суда пропускаешь через сердце. Огромное им спасибо за терпение, выдержку и за высокий профессионализм. Клепкого им здоровья, всего самого меня не шоу. Поздравляя коллектив суда со знаменательным юбилеем, председатель 9-го кассационного суда Александр Хижинский отметил, что Артёмовский городской суд является своеобразной кузницей кадров. На всём протяжении своей работы, на протяжении этих 80 лет, всегда Артёмовский суд олицетворял прежде всего высокая качественная работа, высокий профессионализм его сотрудников, высокий профессионализм судей Артёмовского городского суда. Артёмовский суд в какой-то степени являлся кузницей кадров для Приморского краевого суда, и на сегодняшний день 9-й кассационный суд, также у нас участвует в городском замещении должностей этого суда, в суде, когда работающий в Артёмовском городском суде. К поздравлениям присоединился и депутат Государственной Думы Владимир Новиков. Не так давно он возглавлял город Артём и сегодня вспоминает, как выстраивались отношения местных властей с городским судом. Я считаю необходимым благодарить работников судебной системы на местах за их очень сложную работу. Мы должны понимать, что это люди, это такие же, как и мы люди, только наделённые президентом Российской Федерации, с соответствующими полномочиями принимать решения в отношении других людей. И далеко не каждому из нас нравятся те решения, которые принимает тот или иной судья. Но работая на своём месте профессионально, каждый из судья хочет принять правильное решение. В ходе праздничного собрания слова благодарности и признательности звучали не только в адрес тех, кто вершит правосудие сегодня, но и тех, кто находится на заслуженном отдыхе, кто много лет бескорыстно служил правосудию. На сегодняшний день судебную власть в городе Артёме представляют 15 федеральных судей. Работают две коллегии – уголовная и гражданская. В городе шесть судебных участков. Несмотря на возрастающую с каждым годом нагрузку на каждого работника, качество вынесенных городским судом судебных решений остаётся на высоком уровне. Это заслуга не только судей, но и всего аппарата. А творческие коллективы Дворца культуры и Детской школы искусств номер два подарили юбилярам свои музыкальные подарки. Анжела Галышина, Илья Тишкин, Светлана Нурик. Городские новости. Полуфинал Артёмовской городской школьной лиги клуба весёлых и находчивых состоялся накануне. Два дня за путёвку в финал боролись восемь опытных команд и дебютанты этого сезона. Остротой юмора и искромётными шутками в первый день зрителя порадовали команды «Паника» – школа номер 17, «Дефо» – 11-я школа, «Люкс» – 7-я и «Не вопрос» – школа номер 2. Во второй день полуфинальных игр за право сыграть в финале состязались команды между двумя папоротниками – школа номер 31, «Крошки» из 16-й, «Прогресс» – школа номер 7 и «7 на 5» – школа номер 35. Мы хотим вообще оторваться на сцене, мы будем показывать, насколько мы смешны, как мы и показывали прошлые те игры. Немного такое чувство в душе волнения есть, но я уверена, что наша команда справится. Пожелаю удачи, победы и не волноваться. Конечно же победы, пройти в финал и хорошо выступить. В полуфинале участникам предстояло пройти четыре испытания. Оригинально, а главное смешно – презентовать себя в визитке, показать свою находчивость и остроумие в разминке, представить видеоролик, а также продемонстрировать свои вокальные таланты в конкурсе одной песни. Я вообще считаю, что любая школьная лига КВН – это большое благо для детей, потому что они занимаются творчеством. А творчество в дальнейшей жизни без него никуда. Если говорить, собственно, о Артемовской городской школьной лиге, виден прогресс, причем невооруженным взглядом. Несмотря на то, что дети меняются, приходятся новые, прогресс виден. Но не это главное, а главное то, что у них у всех горят глазки, им это нравится, и они кайфуют от того, что они делают. Я говорю детям всегда, перед выходом на сцену, вы должны запомнить несколько вещей. Первое – слушайте себя, слушайте зал. Второе – вы должны уйти со сцены с мокрыми спинами. Если вы ушли с мокрой спины, значит вы выложились. И третье – самое главное – вы должны получить удовольствие и понравиться мне. А понравиться и не только жюри, но и всему зрительному залу школьники-юмористы пытались изо всех сил. Заготовили много удачных шуток и выкладывались на все сто. Уж очень хотели победить. Инна, вы такая красивая, вы к нам в команду попали из рая. Ну, если считать, что я раньше вырывала яблоки и меня кусали змеи, то да, из рая. Так успокойтесь. По словам жюри, несмотря на старания всех команд, некоторым все же немного не хватило юмора. Сегодня абсолютно все практически ребята и девочки играют первый раз. Да, это чувствовалось и чувствовалось по тому моменту, как они входили в игру. Те команды, которые прошли финал, каждая из них может устроить такой сильный фурор. И у нас может появиться совершенно тот чемпион, которого никто не ожидает. Финал школьной риги КВН пройдет в марте. В нем сразятся сразу пять команд. Люкс, паника – не вопрос между двумя папоротниками и крошки. Анжела Галышина, Илья Тишкин, Светлана Нурик. Городские новости. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова